Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о тараканах характерные усики блестящая плоская спинка и всегда бурная реакция при встрече тараканы их численность на земле составляет более четырех с половиной тысяч видов они живут практически везде кроме конечно зон вечной мерзлоты хотя где-то на крайнем севере не исключено встретить это насекомое в качестве домашнего любимца и чаще всего слово таракан у человека вызывает в основном негатив а его художественный образ благодаря корнею чуковскому связан с ужасным монстром способным проглотить даже слониху в плане прожорливости быть может так оно и есть ибо в сутки таракан съедает до 50 граммов всякой всячины а это при его габаритах немало и как не поговорить о таких интересных раздражителей человеческой психики поехали встречаем таракановых они же просто тараканы отряд насекомых из надотряда тараканообразных известно более семи с половиной тысяч видов таракановых включая более 4600 собственно тараканов и 2900 видов термитов которые согласно современным представлениям включены в состав этого отряда но термиты у нас были поэтому будем говорить только о тараканах самые известные нам тараканы это рыжие прусаки черные и американские почему рыжие прусаки потому что они рыжие и с длинными усами и похоже на прусских австрийских офицеров некоторые думают что рыжих тараканов завезли солдаты вернувшиеся из германии после семилетней войны но на самом деле прусаки сами вытеснили черных аборигенов поскольку оказались более приспособленными к жизни в более цивилизованных условиях в строении тараканов прослеживаются примитивные признаки свойственные древним насекомых жевательные челюсти слаборазвитые летательные мышцы хотя многие из видов умеют летать и довольно таки неплохо время их появления судя по достоверным отпечаткам датируется началом карбона около 320 миллионов лет назад остатки тараканов являются также самыми многочисленными следами насекомых в отложениях палеозоя а филогенетический анализ показывает что тараканы возникли еще раньше тараканы относятся к насекомым с неполным циклом превращения и проходят по мере развития три этапа яйцо личинка и взрослая особь причем личинка мало отличается от последней стадии личинка выводится из яйца через 14-35 дней и проходит от 6 до 7 линек каждый раз увеличиваясь в размерах пока не достигнет размеров взрослого таракана занимает этот процесс от 6 до 31 недели взрослая мужская особь живет 100 150 дней продолжительность жизни самки составляет 190 200 дней самцы более стройные и узкие чем самки суженный конец брюшка торчит из-под крыльев и снабжен двумя торчащими щетинками церками у самок конец брюшка округлый обычно несет яйца в специальной упаковке аотеку личинки нимфы более мелкие но такой же формы окраска темнее полоса 1 и крылья тоже недоразвиты яйца круглые светло-коричневые в отличие от рыжих дебоширов которые селятся в любых углах черные тараканы строят свои базы самых темных влажных и защищенных местах зачастую в подвалах многоэтажных домов откуда ночами совершают рейды по квартирам ничего не подозревавших жильцов кстати тараканы без зазрения совести используют биологическое оружие им достаточно оставить мину на кухонном столе или пожевать крошку чтобы одарить хозяина жилплощади букетом из болячек но самое страшное черные тараканы в отличие от рыжих не будут убегать от нависшего над ним тапка они и сами могут пойти в атаку вместе с черными тараканами в дом может прийти черная плесень проживая в сырых подвалах вредители становятся переносчиками их спор автоматически рецепты успешной войны прост и сложен одновременно держите свой дом в чистоте ванну и кухню в сухости а еду в закрытых контейнерах и как бы не одолевала матушка лень делать это нужно всегда рыжие тараканы способны прожить без воды и еды около 40 дней черные тараканы будучи более прокаченной версии выживают даже спустя два месяца голодовки чтобы выяснить насколько вездесущ таракан ученые ставили такой эксперимент предлагали насекомому разные ситуации кухонный шкаф хлебница холодильник странно но пруссак проникал в них без особых трудностей и самое удивительное случалось тогда когда таракан оказывался в наглухо закрытом контейнере для еды при интенсивном размножении практически суперспособностях и высокой выживаемости борьба за помещение может развернуться в настоящую нудную малоприятную утомительную войну позже мы поговорим о народных методах избавления от таракан независимости а сейчас еще один интересный факт пруссаки невероятно точно умеют контролировать свою численность в колонии всегда точное количество представителей ни больше не меньше они размножаются или не размножаются но количество рыжий на пасти всегда одно и то же а черных и рыжих усатых мы поговорили еще бывают белые тараканы ошибочно думать что белые тараканы представляют отдельную группу тараканов с научной точки зрения это не так они обыкновенный цвет и прозрачность всего лишь результат линьки линяющий таракан почти прозрачен а потому его не легко заметить даже на открытой поверхности через некоторое время он потемнеет и станет больше походить на обычного представителя этого вида а вот американский таракан самый нелогичный из всех нелогичных тараканов называется американский а родом из африки боится много воды но распространился на кораблях морским путем любит южную жару но большее количество обитает в европе представитель дикой фауны но разленился так что пристрастился к ленивой неторопливой жизнью с человеком и мало того он еще и здоровяк по размерам он в два раза больше нашего пруссака а если хорошо кушал иногда и в три но это еще цветочки мадагаскарский шипящий является самым большим видом тараканов живущих на планете живет этот огромный таракан только на острове мадагаскар встретить его в других частях света можно только в аквариумах в качестве домашнего питомца и возможно у соседей заводчиков если последний проглядел закрыта ли крышка основной окрас у него коричневый с темными сегментами по краям тела у самца имеются усики вырастает мадагаскарский эндемик до 10 сантиметров в длину но в основном встречаются особи 6 7 сантиметров в дикой природе продолжительность жизни составляет один-два года в неволе живут дольше иногда доживают до пяти лет и мало того что он огромный и живет достаточно долго он еще и шипит и достаточно громко шипение помогает самцу привлечь самку шипят и самки но только в моменты опасности эту особенность часто используют кинематографисты озвучивая необычным шипением тревожные моменты кинокартин и понятно что сколько тараканы живут с человеком столько идет и борьба с ними многим людям совсем не нравится такое соседство и в основном это не из-за опасности а по большей части обычной неприязни как же избавиться от этих бессмертных усатиков в своей квартире есть несколько народных способов борная кислота совершенно безвредно для человека но губительно для насекомых белый порошок можно добавить во вкуснятину и положить поближе к тараканьим ходам уксус используется для обработки плинтусов и других поверхностей где ходят насекомые обработать поверхность можно также нашатырным спиртом точно также можно использовать керосин на уровне запахов действует и растение герань оно источает непереносимый для тараканов запах температурный метод работает за счет того что тараканы чрезвычайно теплолюбивые насекомые температура около 10 градусов для них экстремально чуть ниже губительно правда выморозить квартиру поможет не от всех видов тараканов лучше всего этот метод действует на пруссаков но оказывается далеко не все люди ненавидят тараканов в азиатских странах их любят за изысканный вкус аппетитность и сходство с чипсами там жареные тараканы считаются экологически чистым продуктом и продаются на каждом шагу и будем надеяться что эти чипсы останутся радостным деликатесом у них а мы пожуем по привычке обыкновенные картофельные многие слышали о живучести тараканчиков давайте поговорим и об этом тараканы настолько живучи что оторванная тараканье голова даже не считается смертным приговором для них потому что он спокойно может обходиться без нее неделями таракан умирает позже потому что при отсутствии рта он не может есть и пить тараканы могут жить без своих голов потому что пользуется ими несколько иным способом чем мы у тараканов нет большего количества крови и кровяное давление не такое высокое так что их шея превращается просто в тромб и они продолжают прогуливаться в округе если ничего больше не случится тело тараканов функционирует независимо от их крошечного мозга дышит они через отверстия расположены на их телах все эти особенности позволяют тараканам выживать неделями без головы интересно что голова таракана тоже остается живой в течение нескольких часов после отделения от тела о чем свидетельствуют шевелящиеся усики фактически голова может оставаться живой намного дольше если ее например охладить и вводить в нее достаточное количество питательных веществ разговоры эти взялись не на пустом месте впервые поразительную стойкость тараканов к радиации зафиксировали еще в хиросиме и нагасаки в непосредственной близости от эпицентра взрывов в двух атомных бомб где было уничтожено все живое и неживое и преспокойно сновали именно тараканы феноменом заинтересовались ученые и отправили тараканов в лабораторию на испытания радиационной устойчивости и чтобы кто подумал все подтвердилось радиационный фон от первых атомных бомб составляющих порядка 10 тысяч рентген насекомые пережили без особых проблем напомним что для человека доза уже в районе в 800 рентген будет смертельной но всему есть пределы когда неугомонные ученые повысили уровень радиации в 10 раз эксперимент закончился 100 тысяч рентген не выдержал ни один таракан и это пожалуй хорошие новости для тех кто не хочет оставаться в пост ядерном мире наедине с тараканами по слухам мощность современных ядерных зарядов составляет как раз порядка 100 тысяч рентген так что в случае чего не выживет никто и вряд ли кому-то придет в голову план борьбы с тараканами именно этим способом хотя у некоторых людей свои тараканы в голове если вы думаете что это просто речевой оборот то кое-какая правда есть и в этом на самом деле случаев от тараканов застрявших в человеческих ушах или даже добравшихся по слуховым проходам в череп хватает в тяжелых случаях тараканы откладывают внутри головы яйца или даже гибнут там все дело в том что сера в наших ушах содержит летучие жирные кислоты химическое вещество также содержащиеся в такой пище как сыр и хлеб летучие жирные кислоты привлекают тараканов и если они находятся в нашем ухе то таракан быстро понимает что там тесно душно и тепленько прямо так же как в лучших тараканьих домах к сожалению вскоре это становится проблемой для таракана и спящего человека движение в тесном ухе могут инстинктивно заставить спящего человека почесать ухо эти движения проталкивают таракана глубже или даже могут его убить при сильном давлении любая из этих ситуаций плохо закончится и для уха и для его хозяина а еще интересно то что тараканы могут переключать педали во время бега если кто-нибудь пытался убить таракана то он отлично знает что они довольно таки быстрые и некоторые тараканы могут менять свою скорость во время бега ученые сравнивают это с тем как лошади переходят с рыси на голоб или как машины переключают передачи набирая скорость конечно же тараканы не переключают передачи как автомобили вместо этого меняют положение своих лапок во время бега но у тараканов есть не только минусы например их мозг может быть использован для создания жизненно важных лекарств ученые работают над созданием лекарств которые могли бы вылечить кишечную палочку и бактерию вызывающую метицелин резистентный золотистый стафилококк две смертоносные устойчивы к антибиотикам бактерии используя химические вещества выделены из тараканьего мозга это что люди могут думать это здорово но и тараканы могут принимать коллективные решения несколько лет назад доктор джоз хэллоу из брюссельского свободного университета провел исследование мыслительного процесса тараканов он поместил несколько из них в глубокую тарелку с тремя домиками и решил проверить как они разделят их между собой доктор хэллоу обнаружил что сначала они подходили вместе к каждому домику и исследовали его при помощи своих усиков спустя некоторое время они поделили домики поровну между собой а самое интересное как бы многие не любили тараканов нужно понимать что они очень важны на планете земля и если уничтожить всех тараканов на планете экосистема будет нарушена тараканов можно ненавидеть но они очень важны для равновесия экосистемы во-первых вымирание тараканов будет иметь прямое влияние на популяции многих видов птиц крыс и мышей для которых тараканы являются источником пищи в свою очередь уменьшение популяции этих животных приведет к сокращению количества кошек волков койотов орлов рептилий а также других видов для которых птицы мыши и крысы считаются пищей а как же мы сможем жить без наших кошечек это просто недопустимо леса также пострадают если тараканы вымрут потому что эти якобы вредители питаются гниющими остатками в которых часто содержится много азота тараканы едят этот азот вместе с гнилью а затем выделяют его естественным путем их богатые азотом экскременты позже поглощаются почвой что впоследствии поддерживает рост растений ну а мы подводим итоги да тараканы противные мерзкие и вроде бы никому не нужны но они просто необходимы на планете земляне только людям которые делают из них чипсы а также остальной флоре и фауне возможно сама природа понимает насколько ей важны тараканчики поэтому и наградила их таким удивительным здоровьем и будем надеяться что в этом мире не произойдет ничего такого чтобы расстроила тараканов тем что некому будет рассыпать немножко сахара и тараканья жизнь будет скучна без вездесущего смертоносного тапка смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля